Наша прекрасная единорожка! Какие ручки, какие ножки, какие рожки! Уважаемые жюри, а что прекрасного вы находите в нашем единороге? Ой, мне с каждым выходом единорога становится так тепло на душе, так хорошо. Там скрывается такой добрый, такой светлый человек. А вы вот подскажите, в церкви никогда не пели? Виттой, благостью. Нет. Единорог, вы мужа покормили? Нет. А у вас есть муж? Конечно, есть. Нет. Нет? Да есть. Вам напомнить, какую версию я сейчас предложил? Конечно, я как раз... А вам напомнить, как она пела в прошлый раз? Шикарно пела, фантастически. Как Уитни Хьюстон. Это было лучшее выступление. Это было потрясно. И я не понимаю до сих пор, как зрители могли отправить ее после такого пения в номинацию. Это правда, я от меня тоже не понимаю. Не знаю, меня моя дочь чуть не убила, когда я голосовал. Вот она сидит опять, это ее любимый персонаж. Сейчас уже понятно тогда, кто Филиппу в ухо вставил эту штуку. Это была Алла Виктория. А, вот она. За номинацию единорога. Ну а почему вы зациклились на Подольской? А может, Маша Распутина? Это не мы зациклились на Подольской. Это Пресняков зациклился на Подольской. Правильно сделал у них двое прекрасных детей. Но я заметил, что на фразе Маша Распутин единорог сразу сделал характерное движение. Может быть, на это тоже стоит обратить внимание? Но тем не менее, подсказки еще более подробно намекнут о том, кто скрывается единороги. Добрый волшебный вечер. Так хочется пирожных или тортиков. Вам не хочется? У меня просто душа просит, особенно по вечерам. Признаюсь честно, я немного переживала, как бы досмотреться на сцене шоу «Маска». Даже если я была на диету. Какая у нас у единорогов диета? Утренняя травка с капельками росы. Но иногда раз в неделю ведь можно себя побаловать. Вот вы какое пирожное хотите? У меня же есть волшебная палочка. Можно наколдовать. Сейчас наколду. Ой, почти поддала соблазну. Но нет, нет, надо держать себя в копытах. Уже поздно, слишком поздно. Какие сладости на дочь глядя. Мне очень нравится быть в этом шоу. И другие маски, они такие милые. Даже змея и крокодил. Я их совершенно не боюсь. Есть только одна проблема. Тут не с кем поговорить на единорожском языке. Но мой родственник, Пегас, может быть, знаете, залетал недавно и навел на мысль, что вообще-то единорожские понимают кентавры. Да, они говорят с акцентом, но это хоть что-то. У вас тут нет кентавров? О-о-о, действительно, теперь я вижу. А то со сцены, знаете ли, не так заметно. А у него в роду кентавры. По папиной или по маминой линии? Спросить у него лично? Я, знаете ли, при всех стесняюсь. Для такого разговора должны быть только двое. Только ты, кентавр. И только я, твоя единорожка. Надеюсь, когда-нибудь так и будет. Лечу на сцену, я буду петь для тебя. Ты ворвался в жизнь мою, нежданно изменил мою реальность. Мысли мерцают на сердце вспышки. И любовь без передышки. Все начиналось, как невинный флирт. А теперь пусть без тебя мой мир. Ты волшебный, ты с другой планеты. Ты из моей мечты. О, боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына. И я хочу от тебя точку. И точка, и точка. О, боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына. И я хочу от тебя точку. И точка, и точка. Ты Джонни Дэпп и Брэд Питт в одном флаконе. Как Саша Ева, ты записал в телеволюбоне. И ты волшебный, ты с другой планеты. Я на все вопросы к тебе нашла. Где ты? О, боже, какой мужчина. О, боже, какой мужчина. О, боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына. Я хочу от тебя точку. И точка, и точка. О, боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына. И я хочу от тебя точку. И точка, и точка. Единорог! Какое неожиданное признание! Посвящение кентавру! У нас завязываются новые отношения. Посмотрите, сколько кентаврят родилось. Я сейчас умру от смеха. Знаете, как Саша смотрел этот номер? Он смотрел... Половину номера смотрел туда, а половину на нас. А перемежалось это все вот так. Это очень остроумно, ребят. Я убираю. Давай поговорим на нашем языке. Это кто у нас будет тогда? Ну ладно. Саша, тебе первые слова. Реворожки будут. Реворожки. Реворожки на серебряном рожке. Но хочется сказать, конечно, при живом-то дома ждет-то тебе свой. Не знаю, кто тебя там ждет. Ну ты очаровательная, единорожка. Это было очень классно. И я хочу сказать спасибо создателям этой программы. Я впервые в жизни сегодня услышал куплет этой песни. А я сразу узнал. Скажи, пожалуйста, единорожка, где ты взяла мои старые видео до операции? Единорожные вселенные, они есть там в памяти. В памяти. Она же давно от тебя фанатеет. Но я хочу спросить у наших зрителей в зале. Вы этот клип видели, который сейчас на экранах был? Нет? Нет, посмотрите, это истерика. Только... Называется песня Земли. Да, только это 18+. Гимн Земли. 18+. Альтер-эго? Альтер-эго, да, чтобы защищать планеты. Как ты там зовешься? Называется Кент Авр. Ты так... А Авр это Александр Владимирович Ревна. А Кент, потому что он наш Кент. А у нас гимн всем красивым мужчинам, я так понимаю. Единорожки, как вам этот гимн? Мне кажется, в этой версии песня получила какую-то новую жизнь. Я вас с единорожкой поздравляю. Знаете, что вот хочется отметить? Пожалуйста. Вот когда человек хорошо поет, он может даже такую простую песню, как у Божьего, какой мужчина, спеть хорошо и красиво. Да. И ты поймешь, что даже в такой, казалось бы, простецкой мелодии очень хорошо звучит голос, потому что у человека он есть. Наташа, если я прав, и это ты, то ты прекрасна. Я не передам. А, спасибо. Знаешь, а вот сегодня мне показалось, что за маской единорожки скрывается одна из участниц группы «Мираж». Маргарита Суханкина. Может быть такое? Нет? Или Гулькина, Гулькина. Или Гулькина, да, да. А Гулькина уже была у нас в качестве гостя в первом сезоне. А, да, 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 Гулькина была. Ну а вдруг она... Значит, Суханкина. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ну и что? Ну по подсказкам не сходится совсем. Смотрите, в подсказкам это тот, кто борется с лишним весом. Не знаю, в подсказке есть вот эта фраза. Уже поздно. Слишком поздно. Помните, хитро. Я поздно. Поздно. Слишком поздно. На-на-на-на-на-на-на-не. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Ничего не пожалею я. Вообще слов не поменяли. когда ничего. Вот это вот. Казалось бы, короткий призвук, а сразу понимаешь, чей бывший муж. Лети, моя. Хорошая, светлая. Мы увидимся на голосовании. Лети, дорогая. Лети на радость нашим детям. Единорог. Субтитры создавал DimaTorzok